Зелёный свет американским машинам. США призывают Россию снизить пошлины на иномарке. Почему Запад выдвинул такое требование и подешевеет ли американцы, выясняла Жанна Судакова. Жанна, подешевеет ли американцы? Ну, пока нет, информации никакой нет. В следующем году Россия может войти в состав Всемирной торговой организации. При этом правительства нашей страны не намерены снижать пошлины на иномарке. Американское правительство, в частности сенатор США Дебби Стабинау отметила, принципиально важно во время переговоров по вступлению России в ВТО обсудить вопрос о пошлинах на ввоз в страну автомобилей. По её словам, Москва ведёт несправедливую политику, которая способствует сокращению объёмов экспорта американских авто в Россию. В общем-то нельзя сказать, что американское правительство лукавит. На наших дорогах четырёхколёсных американцев действительно немного. На сегодня разница в ценах на автомобили в США и в России достаточно велика. К примеру, стоимость внедорожника Ford Explorer в Соединённых Штатах составляет 28 тысяч долларов. Это около 800 тысяч рублей. В то время как у нас его цена 1,8 млн рублей. Существенная разница. Власти России ранее заявили, что могут ставки понизить с 30% до 25%. Но, как говорится, обещанного ждут три года. Пока эта информация не имеет официального подтверждения. Кроме того, не ожидается и принципиального понижения цены на автомобили. Лена? Жанна, а скажите, как специалист в автомобильном вопросе, вообще как у российских автолюбителей котируются американские машины? То есть у нас они не популярны не только в силу того, что они как-то дороже, чем аналоги в Америке. Может быть, просто у нас как-то считают их не очень качественными? Я просто не знаю. Как вы знаете? Буквально недавно для программы права, тоже телеканал Дождь, мы сделали тест-драйв Escalade CTS. Это ни в коем случае не реклама, но я вам могу сказать, что американские машины, они, в общем-то, неплохие. Они немножечко другие. Они все-таки качественные. И, честно говоря, мне нравятся за рулем все эти американские машины. Они, может быть, большие, да, такие. Но некачественными автомобилями я это не могу назвать. Но все равно, мне кажется, у нас лидируют немецкие и японские. Немецкие и японские, я думаю, дело все в пиаре, дело в рекламе. Американцы, они как-то меньше раскручены у нас. Вот, наверное, в этом все дело. Потому что я не вижу другой причины, как бы эта марка не пользовалась бы. Эти марки американские не пользовались бы у нас спросом, скажем так. Ну, может быть, они не очень хорошо адаптированы для наших дорог. Вот это единственный, наверное, такой, может, существенный минус. Потому что те же седаны, просветок значительно ниже, чем хотелось бы. А наши дороги, к сожалению, пока заставляют, в общем-то, ждать лучшего. Ну что ж, Жанна, спасибо. Это не новость, то, что наши дороги оставляют желать лучшего. А новость, то, что, возможно, будет больше американских машин на дорогах. Возможно, будем надеяться. Спасибо, Жанна.